Друзья, ну а сейчас более подробно о сегодняшних находках. Итак, начнем мы с Симонса. Я сказал, что это Симонс SL45 или 55. На самом деле это Симонс SL75. Довольно-таки, кстати, классный телефон. И, друзья, он еще даже включается. Вау! Просто супер! Окей, ложим его сюда. Следующим телефоном было Samsung D900. Друзья, не знаю, что с ним, но вот такой вот красавчик достался. Следующая мобилочка Nokia N82. И да, друзья, состояние, конечно, печальное, но мы будем приводить ее в порядок. Главное, что шторка фотоаппарата работает. Правда, телефон сильно забит песком. Следующий Samsung J150. Редкий аппарат на наше время, но можно тоже привести в порядок. Единственное, что сложно найти под него батарею. Очень давно, друзья, искал. Прокладку Nokia 2650. И, друзья, русская клавиатура и в идеальнейшем просто состоянии находится телефон. Это очень здорово. Следующая моделька. Легенда. Неубиваемый кирпич Nokia 3310. Как у меня за стул выдерживает, я еще не знаю. 6233. Тоже еще одна легенда. Ну, как видите, внешний вид у нее просто омерзительный. Все разваливается, все отваливается, поэтому будем приводить ее в порядок. Следующий мобильный телефон. Это не наш рынок. Это рынок Индии, как подсказал мне один подписчик. Это Samsung. Samsung N356. Золоченный под CDMA формат. Вот такой вот телефончик. Ну, и два топчика сегодня. Это Nokia N95. Довольно-таки тоже в убитом состоянии. Еле перещелкивается. Телефон нужно будет полностью перебирать. Без задней крышки. Шторка не открывается, друзья. Ну, и здесь вот написано FKDD. Футбольный клуб. Днепр. Днепропетровск. Следующая находочка. Nokia 7260. В отличном состоянии. Русская клавиатура. Телефон, друзья, включается. Уже проверил, батарею спрятал. Вот такой на сегодняшний день был подарок, да. Не зря мы сегодня прошлись по барахолочкам. Конечно же, каждый телефон необходимо будет перебирать и приводить в порядок. Но то, что они сегодня здесь есть, это уже довольно-таки здорово. Друзья, всем спасибо за внимание. Всех люблю, целую. Пока-пока.